Его жизнь это целая эпоха. 80 лет готовится отметить председатель городского совета ветеранов войны труда и вооруженных сил Юрий Ильишенко. Это самая многочисленная общественная организация Бендер и руководит ею активный и неравнодушный человек. О смысле жизни, долге и творчестве в нашем очерке, посвященном Юрию Ивановичу Ильишенко. Юрий Ильишенко родился на Украине в нынешнем Подольске. Мать медицинский работник, отец был военным. Защищал Кавказ, Украину. Есть награды за взятие Вены и Будапешта. Участвовал в Яско-Кишиневской операции, был ранен и прожил с осколком до самой смерти. Прошел Молдавия, Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия. И под Веной его застала, так сказать, победа. Но он не вернулся домой, а его направили еще в Иран. И там он еще служил год. И только в 46-м году его вернули домой. Пришел он домой. Было воскресенье, яркое, чудесное, солнечное воскресенье. Подхватил мне на руки. Юрий Ильишенко после школы уехал учиться в Белоруссию, закончил железнодорожный техникум и выучился на механика. Со студенческих лет был активистом, занимался спортом. Ну, я занимался спортом. У меня даже есть, похвастаюсь, у меня даже есть членский билет у члена футбольного клуба «Локомотив». Там даже марки есть такие, я когда-то покажу. Марки выклеены, что я платил взносы. В 59-м году Юрия Ильишенко призвали в ряды советской армии. Во время службы окончил Саратовское военное училище и исторический факультет Киевского госуниверситета. Военной службе Юрий отдал почти три десятка лет. Служил по всему Советскому Союзу и не только. Служил я на Алтае, в Сибири, в Подкрасноярском, в Казахстане, в Северном Казахстане, в Кузбассе по Советскому Союзу, а затем в группу советских войск Германии. И оттуда, что я по замене попадаю в Бендеры. С Бендер в Тирасполь. С 2006-го его избрали председателем первичной ветеранской организации «Центр-2». С тех пор и занимается проблемами ветеранов. И сегодня в организации обсуждают насущные вопросы, ключевыми из которых являются забота о здоровье, социальной защите. «Мне удалось найти списки погибших здесь граждан. Мне помог военкомат, помогли сельсовет ГИСК и протягайловки, там братские могилы, я там был. Вот. И там очень много у тех, кто был в гестапо. Жандармеры и сегуранцы Румынии здесь охвачены и простреляны. Тогда назывался Бендерский уезд». А еще Илья Ишенко пишет книги. Первая об освободителя города Бендера. Одну посвятил своему отцу, третью – истоком казачества, четвертый труд – живые голоса истории о ветеранах нашего города. Его коллеги говорят, в юбилейные 80 невозможно поверить. Несмотря на солидный возраст, продолжает работать. В планах выпустить вот уже пятую книгу. Говорит, постоянный умственный труд – это его секрет молодости, просто не может жить без работы. А поддерживают его коллеги и большая семья – жена, дочь, сын, внуки и правнуки. «Когда меня избрали председателем нашей организации на конференции, я сказал два слова. Я не умею не работать. Ну, кредо или не кредо – это мой принцип. Но я действительно не умею. Я любое время выискиваю и концентрируюсь на том, что мне надо за этот период что-то сделать. Надо вот это написать, это прочитать.» Сегодня Бендерский совет ветеранов объединяет около трех тысяч человек и является движущей силой при решении множества вопросов в городе. Одной из важных задач является патриотическое воспитание молодежи.